День Ангела, 1968 год. В этом фильме я собрал удивительные актёрские ансамбли. Николай Крючков, Иван Переверзев, Борис Андреев. Была Россия, да вся вышла, осторожник. Это было лучшее время моей киножизни. В нашем распоряжении был целый корабль. В следующем году он должен был идти на металлолом, а пока на нём проходили практику курсанты-морехотки. Слишком много воды. Борис Фёдорович Андреев беспрерывно шутил. Вот мы снимаем кадр, и там в массовке одной из женщин на пароходе. Выскочила обезьянка с рук и скорабкала высадные капитанские мышцы. Андреев тут же в кадре говорит, «Вот видите, судары, в наше время каждая мартышка к рулю управления лезет». Мы пытались бороться за эту фразу, но нам всё-таки редакторы Госкино не дали её. Однажды он мне звонит в Москве, говорит, «Приезжай, я тебе хочу кое-что почитать». Я позвонил Володю Высоцкому, я говорю, вот я еду к Андрею, хочешь со мной поедем? Думаю, дай перезвоню Борису Фёдоровичу. Говорю, Борису Фёдоровичу, ничего, если мы с Высоцким приедем? Он говорит, да ну и он. Я говорю, почему? Да он, наверное, пьёт. Я говорю, здрасте, приехали, пьёт, а вы? Ну, в общем, как выяснилось, он просто стеснялся. Но потом, когда мы приехали с Володей, Володя быстренько его очаровал, и Андреев достал тетрадь толстую и говорит, вот у меня был друг, цирковой артист. Он мне перед смертью подарил эту толстую тетрадь и сказал, «Борька, ты у нас человек остроумный, напиши что-нибудь смешное». И вот я решил написать афористический роман. Мы с Володей так переглянулись. То есть афористический роман, роман, состоящий из одних афоризмов. Жанр так под силу древний. А вдруг будет не смешно. Ну, в общем, он стал читать. «Древние греки никогда не думали, что они станут древними греками». Или вот такой афоризм. «Голова человека, в отличие от тыквы, в потемках не созревает». Это его вечный такой лейтмотив. Он всегда говорил, «Мало будешь знать, скоро составишься». «Мозговые извилины даны человеку для того, чтобы мысль не проскакивала по прямой». Такая фраза. Ну, и очень много об искусстве, талант, безмужество, высшее горе художника, говорил он. «Все высокой материи толкуют, а возьмись за дело, трем свиньям шеи не разойдут». Когда он умер, Борис Борисович, его сын издал целую книжку афоризмов, что Борисович написал. Маленькая книжечка, уже библиографическая редкость, афоризмы Бориса Андреева. Если вам попадется, советую почитать.